Впервые в Совете Безопасности ООН обсуждали сотрудничество с такими объединениями, как ШОС, СОДКБ и СНГ. Для участия в специальном заседании, которое проводилось по инициативе России, в Нью-Йорк приехали руководители этих важных региональных организаций. За работой Совбеза наблюдает наш собственный корреспондент США Майра Абдрахманова. В зале Совбеза впервые рассматривались вопросы сотрудничества с ключевыми региональными объединениями на евразийском пространстве, деятельность которых пока еще мало освещается в рамках Организации Объединенных Наций. Открывая заседание Совета Безопасности, генеральный секретарь ООН Пан Гимун отметил важную роль Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружества Независимых Государств и Организации Договора о Коллективной Безопасности в обеспечении мира в Центральной Азии. Одним из приоритетов внешней политики своей страны назвал взаимодействие с этими региональными организациями постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Однако, по его словам, потенциал сотрудничества ОДКБ, ШОС и СНГ с ООН не используется в полную силу. Российский посол выразил уверенность, что для эффективного преодоления угроз и вызовов необходимо наращивание сотрудничества с региональными организациями на базе Устава ООН. Действительно, мне показалось, что теперь в стенах Организации Объединенных Наций будет значительно более глубокое, чем раньше, представление о том потенциале, который заложен в наших организациях. И я уверен, что такие заседания периодически будут продолжаться. Может быть, во время одного из председательств Казахстана, Совета Безопасности ООН, Казахстан проведет такого рода мероприятие, мы бы такое начинание казахских коллег поддержали бы. Не случайный интерес к Шанхайской Организации Сотрудничества, в составе которой два постоянных члена Совета Безопасности ООН – Россия и Китай. Эта крупнейшая структура ведет активную разостороннюю деятельность и вносит существенный вклад в мир и безопасность путем укрепления мер доверия, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Прежде всего, хочу сказать, что заявление, которое сделал президент Назарбаев на Ташкентском саммите и определил приоритеты председательства Казахстана в Шанхайской Организации Сотрудничества, они уже реализовываются. Сегодня членам Совета Безопасности я представил некоторые итоги практически на всех направлениях и на направлениях, связанных с нашими усилиями по борьбе с международным терроризмом, с сепаратизмом и экстремизмом. С одной стороны, с другой стороны, безусловно, всех нас волнует ситуация, связанная с наркотической угрозой. Состоявшийся в рамках Совета Безопасности обмен мнениями, показал существующий большой потенциал для углубления взаимодействия структур ООН с тремя представленными организациями – ШОС, ОДКБ и СНГ. Среди очередных задач – принятие в ноябре резолюции Генассамблеи о сотрудничестве ООН с ШОС, конкретизация совместной работы по борьбе с терроризмом, оргпреступностью и наркотрафиком, участие в миротворческих операциях ООН, реализации целей устойчивого развития. Майра Драхманова, Ренат Садыров, Хабар, 24, Нью-Йорк, США.